То, о чём мы говорили. И по сути событий я выбрал реального спеца по тонировке. 18 лет работы, это почти 21 год, как я на ТВ. Вот так-то. Круче и дольше всех я только двух-то и знаю, в смысле операторов. То есть мы говорим о качестве. А в качестве примера нам досталась Мазда 3. Машина достаточно популярная и, конечно, никакая. Попробуем её сделать. Чем прекрасен автостоп? Чем он прекрасен? Тем, что автостоп не ориентируется на вашу новую машину. Ваша новая машина это, в принципе, достаточно дорогое удовольствие. Мало того, вы же нормальные машины не купите. Ну, нормальные машины с нормальными движками. Ну, не купите. По одной простой причине. Ну, у нас дивная растаможка есть, да? Поэтому, извините, 5 литров это не для вас, 6 литров тоже. 7,5 литров это как-то не про вас. Вы будете покупать, ну, малолитражки. Другой вариант. Если вы, допустим, берете старые малолитражки, чем они для меня красивы, понимаете? Тем, что в любом случае, если вы берете старую машину, достаточно немножко доложить туда денег и средств, и у вас становится практически новая машина. Теперь мы поговорим о том, как изменить машину. То есть, ну, взяли обыкновенную, там, не самую дорогую модельку, да? Вот. Возможно, что у нее случается? Возможно, она уже становится поцарапанная. Представляете, да? Вы едете в машине и не получаете того удовольствия, того комфорта. Я предлагаю вам приехать сюда. Телефончик вы видите за моей спиной, да? 28 06 28. Где все это дело располагается? Ну, располагается бульвар сиреневый. Вот тут на восток уходите, больше других вещей нет. Вы тут просто посмотрите. И вы себе спокойно и внутри салона, да и снаружи в том числе, наведете порядок. Причем это будет очень красиво. Вот. Мало того, есть такая штука, как аквапринт. То есть, я вот посмотрел, я бы сказал, что господа, господа, сделайте, пожалуйста, хром. Я очень сильно люблю американские машины, но в американских машинах очень много вещей хромированных. Они не настолько хромированы, но красота такая, понимаете? Настолько красиво. Отдал бы все это дело. Захромировали, потом бы натянул и получил бы результат. Так вот, сделали. И снаружи машина стала как-то круче. Опять же, опыт. Плюсом покрыли тонировкой задние стоп-сигналы. Стало круче. И вот еще результат. А посмотрите на эту машинку. Эту машину из Рено я люблю более чем. Я люблю Меган в старом кузове. Но проблемы. Все, что внутри, теряет блеск. Сделали аквапринт. И посмотрите, и посмотрите. Качество. Это иммерсионная печать. Нанесем здесь конкретно рисунок уже по иммерсионной печати. Он ложится также и на дерево, и на пластик. У нас мы можем сделать любую машину. В принципе, про любую машину переговорим. Вот за вашей спиной обыкновенная Nexia, да? Обыкновенная, вот понимаете, вот этот косяк этот вот Nexia, да? То, что заходишь и не понимаешь. Ну, казалось бы, можно же сделать. Вы и делаете? Да, конечно, так же вот у Nexia уже наглядно сделано, готовый, как у нас показательный вот сделан. Посмотри, вот это вот карбон. Это называется, да, карбон. Это сверху. Ну, это просто покрашено, как просто покажу, чтобы для... То есть можно показать, что, ребятки, ваша машина в любом случае может быть вкуснее, чем машина у других. Конечно, конечно. Так же садиться и самому приятнее, и уютненько. И люди садятся и говорят, во, вот это классно сделано у вас. Как бы... А теперь мы расскажем про цену, да? Я все время как-то говорил, что флок это не сильно дорогое удовольствие. Это не сильно дорогое удовольствие? Нет, чем больше объем делаем, тем это выходит дешевле. Потому что, как бы, ну, проще-проще делать большие объемы, чем маленькие нынешние. То есть, ну, грубо говоря, вот эта вот панелька на Nexia, она где-то вам обойдется в районе где-то 2,5 тысяч. Вау, халява по сути. Ну, да, это недорого. И где все это делается? Пункт номер один. Все свое. Ура! Ааааа, замечательный бокс. От двух этажа. Аааа, мечта поэта. Я всю жизнь мечтаю жить с машиной. Настоящий западный бокс. И плюсом аквапринт. То есть, посмотрите и поймите, оказывается, в любой автомобиле не задорого вносится замечательная изюминка. Кстати, помните моего Sky? Круто сделал, круто продал. Уж поверьте мне, круто сделаю и еще. Потому что знаю, с кем я буду иметь дело. Потому что, ну, я бы не хотел, чтобы кто-то залазил. И вот, если честно, вот камера, которая находится у моей супруги, она достаточно дорогая. Я очень аккуратно ставлю и там, где машина тонирована. Потому что никто и не видит. Вот. Спереди посмотрит, но сзади не увидит. Вот. Нам, государство, дает возможность хорошо затонировать свои задние стекла. Почему это не делать, я не понимаю. То же самое делайте, пожалуйста. Аквапринт. Ну, супер просто. Вы посмотрели, это круто. И даже если вы взяли себе колпаки, какие-нибудь, ну, такие босяцкие, да, их можно сделать. И у вас машина будет, ну, допустим, если она ездит по лесам и полям, а потом иногда выезжает в город, она будет уже красиво смотреться. Колпаки поставьте, и все нормально будет. Другой вариант. Хотите, чтобы хромированный? Пожалуйста. Хотите, чтобы различного цвета? Все делается. Все делается для вас. Потому что люди работают, и люди прекрасно понимают результат, что нам пока до периода новых автомобилей лет 7-8 еще, а может быть еще и больше. Поэтому мы вам говорим, не парьтесь, берите себе и старые в том числе, и потихонечку, потихонечку, и по регонечку доведете, и будете ездить, как американцы. Американцы на чем ездят? Так вот, средней продолжительной жизни автомобилей в Америке 13 лет. Там никто новое не покупает. Ау, вы о чем там говорите? Ездят на замечательном старинке. И все это делается. И везде получается великолепный результат. За копейки получаете идеальный вариант.